Молитва и общее исповедание верных. Помяни нас, Господи, во благоволение людей Твоих. Посети нас спасением Твоим, видите во благости избранное Твоя. Возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконовыхом, неправдовыхом и прочее. 105 Псалом. Должно нам сердечно признать нашу неправду пред Богом, как Даниил, пророк, говорит, у Тебя, Господи, правда, у нас же на лицах стыд. Ибо как отцы наши, то есть предки наши, так и мы много согрешили и согрешаем пред Богом, творим беззаконие и неправду. Ибо все мы много согрешаем, говорит апостол Иаков. Потому должно всем вообще христианам исповедать свои грехи перед Богом. Согрешили мы со отцами нашими, творили беззаконие и неправду и прочее. И молить Его, чтобы помянул нас по милости, человеколюбию и благоволению, которое обещал людям Своим, явить ради благословенного семени, того, которое есть Иисус Христос. Чтобы посетил нас спасением Своим ради того же благословенного семени. Досподобимся видеть благоденствие избранных Его, как солнце, сияющих в царстве Его, возвеселиться весельем народа святого Его, хвалиться с наследием Его и теми благами, которых не видел глаз, не слышало ухо и не приходило ту на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его, в бесконечные веки наслаждаться. О такой славе избранных Божиих всегда нам помнить подобает. К ней наши желания ум, сердце и воздыхание возводить, пока в этой ее доле плача странствуем, и с верой усердно молиться Отцу Небесному, помяни нас, Господи, во благоволении и прочее. Ибо сколько ни жить в бедственном мире сём, надо б на отсюда на тот свет переселиться. Сколько ни собирать богатства, следует его непременно оставить в мире сём. Сколько ни веселиться честью и славой мира сего, необходимо следует в малом и темном гробу заключиться и земле в землю возвратиться. А какая польза от богатства, чести и славы мира сего, когда лишимся той чести, славы и богатства, которое избранным Божиим на небесах уготован? Что польза от веселости и роскоши мира сего, когда тело на съедение червям, а душа на посмеянии и поругание демонам предана будет? Худая и бедственная перемена от мнимой славы и чести в истинное и вечное поношение и укоризну, от временного и мнимого сладострасти в вечное и истинное мучение перейти. Такая пренеблагополучная перемена встретит сластолюбивую, славолюбивую и сребролюбивую душу. Напротив того весьма блаженная и всежелаемая перемена от малой и временной скорби. От малой, говорю, ибо какая бы в мире сём ни была скорбь и сколь долговременно бы ни была, она ничто против будущей и вечной скорби. В вечную радость и веселье избранных Божиих переселиться, и Христа лицом к лицу видеть, как солнце, сияющее и просвещающее избранных своих. Приблагополучны те, которые части той блаженной сподобляются, и благополучие их не только словом изобразить, но и умом понять невозможно, хотя они в мире сём попираемо бывают, как ссор непотребный. Напротив того, бедные и окаяннейшие – это те, которые ради прихоти своих этого лишаются жребия, хотя бы их, как богов, в этом веке почитали и им бы поклонялись. Потому всегда достойно с верою воздыхать к отцу щедрот и всякой утехи Богу «Помяни нас, Господи!» и прочее. Но прежде от грехов и суеты этого мира отвратиться и обратиться всем сердцем к нему, и так, признавая свою неправду и заблуждение, каяться и молиться. Субтитры создавал DimaTorzok